Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 3. Как говорится, еще не успел остыть огонь от пятой главы, как нам разработчики подкидывают очередной ивент, который называется Багровый лес. Участвуйте в событии на этой неделе, получайте трофеи и соберите уникальный комплект экипировки. Ну и давайте непосредственно посмотрим, что это за экипировка, ребята. Вот она. Все идет сетом. Багряный покров. Пожиратель грехов. Уникальный двухручный меч. Короче, шлем. И дальше там там агавки идут. Так, бесплатно. Естественно, ребята, я эту карту улучшу. Медным пилум. Не знаю, что это за медный пилум, что это такое вообще. Вот, но в любом случае нам нужно с вами заработать этот сет. Как же без этого? Ну что же, в принципе, посмотрели. Теперь можно, наверное, и приступать. Ты ведь уже в курсе, да? Про тех странных ребят, что засели в багровом лесу. Ну, честно говоря, скаут нет. Давай, просвети меня. Они культисты и поклоняются смерти. Главное, у них так и зовут. Матерь смерть. Мне очень приятно. Слышать, это скаут. Кстати, матерь смерть мы уже когда-то с вами встречали. Это я точно помню. А в окрестных деревнях начали пропадать жители. Чуешь, к чему я веду? Пора положить этому конец. За мной. Ну что же, давайте тогда примем участие в нем. Я думаю, что все, наверное, были бы только за. Ну что же, погнали тогда. Ух, как говорится, была не была. Посмотрим, кто у нас здесь. Раунд один. Против нас, ребята, выступает сектант. Да хмырит он на самом деле. Оу. Как ты? Извини, пардончи. Да, вот так вот заколбасили. Очень и очень легкий оказался, ребята. Этот сектантишка. Мне его даже жалко. Ну ничего, ребята. Это был только первый бой. Еще второй светит. Посмотрим. Может быть он раздухарится и отомстит нам. Ну, честно говоря, я сомневаюсь. Хотя нет, что-то тут вроде бы как выкрутасы это свои дела. Но, как мы видим, ребята, безрезультатно все. Оу. Опа, опа. Вот это ты хорошо придумал. Ты малорик. Ладно. Пора теперь мне показать тебе, на что я способен. Ой. Что-то не получилось. Извини. Я тебе сбил теневой удар. Ай-яй-яй. Ой, как все, ребята. Плачевно для этого сектантишки. Ты смотри. Как ты умудрился, жучара, а? Мимо меня-то проскочить. Опа. Он еще и бросок не делает, а? Точнее, она. Это же у нас женщина, я так понимаю. Все. Пардончи, ребят. Пришлось немножко ее наказать. Даже встать не может. Но, прикид, мне ее нравится. Такой, знаете, стимпанковский. Ух. Ну что же. Поехали, ребята, дальше. У нас второй бой. И кто у нас там будет, я не знаю. Сейчас увидим. Опять сектант, но уже с двумя булавами. Ребята, будем действовать по стандарту. Мойным, говорю. Моим тройным выпадом. Ну и как же без моей суперподсечки? Опа. Ты смотри-ка. Ты посмотри, что делает. Нельзя, ребята, пропускать слишком много ударов. Иначе это для нас очень плохо закончится. Ты смотри, ты смотри, что чудит, а. Все, у меня... Никаких теневых ударов. Успокойся, говорю. Нет. Черно его побрал. Что он мне сковал? Ты смотри. Ну, мы вырвались. Слушайте, а мне понравился этот теневой удар. Хочу себе такой же. Интересно, где он? В каких видах оружия или броня находится? Может быть, в сюрикене в каком-то? Так, ребят, я думаю, что пора, наверное, и мне теперь немножко побаловать. Вот так вот. Опа. И давайте еще заодно вот так вот сделаем. Все. Я даже, наверное, еще вот так вот себе могу позволить. Ну и добивочный. Ну что же. Две победы за нами. Так что, ребятушки, продвигаемся с вами далее. Без каких-либо проблем. Как вы видите, здесь у нас ничего нету. Реварда никакого нету. Карточки я уже получил. Кстати, это было, ребята, буквально вчера. Но играть невозможно было из-за багов, лагов. У меня герой сам по себе ходил. Сам по себе делал удары. Я столько нервов положил. Поэтому я не стал выкладывать ту серию. И вот решил сегодня заново, так сказать, специально для вас пройти. Вот. Посмотрим. Я, кстати, когда в первый раз снимал, я там недалеко ушел. На последнем боссе я застрял. Ну, будем надеяться, что в этот раз нам фортуна улыбнется. Лишь бы не лагада. Ребят, если лаги начнутся, то я не пройду. А если будет вот как сейчас в данный момент, просто идеально, ребят. Просто идеально. Никаких этих... Команды слушаются просто на ура. Ты тихо, тихо ты. Что ты чудишь-то? Ты смотри-ка. Оп, оп, опа. Она хитрая, оказывается. Это смертушка-то. Ну, я-то, по-моему, хитрее. Так, да? Но теневуха все равно, согласитесь, очень мало отнимает. Но-но-но-но-но-но-но. Даже добить не смогли. Все. Две победы за нами. Остается лишь третий матч. Ну, конечно же, ребята, вы увидите, что я получу. Я специально сделаю монтаж. Какие карточки нам давались в этот момент. Так, ну что ты? Давай ты уже падай. Ах ты! Ну, ты посмотри, а. Да ты достала, а. В самом-то деле уже. Со своими бросками вот этими. А вот теперь я. Так, давай-ка. Тройной выпад. А! Как же меня это раздражает. Как же меня это злит. Так, она сейчас будет теневой, ребята. Нет. Но сейчас. Сейчас у него накопится. И, в принципе, этого можно уже ожидать. Все, он уже накопился, ребята. У нее удар. И, поверьте, сейчас она будет тут чудить. Ага. Захотела, что? Хитренькая ты, однако. Все, теневой пошел, ребята. Сейчас влепит. Ха! Она промахнулась. И это была, ребята, роковая ошибка для нее. Вы видели, что было, да? Она хотела меня поднять. Естественно, покидать. Но так как я еще валялся, она просто-напросто промазала. Ну что же, поехали, ребята. Еще один бой. И потом еще два боя. Будет босс. Опять же это... А, вот, ребят. Вот этот копье меня так сильно расстраивал вчера. Очень сильно. Не ожидал я от него, конечно, что он такой будет мощный, прыткий. Да еще, если учитывать, как у меня вчера игруха лагала. Бомбила. Все, я его просто в углу зажал. Сынулечка. Кстати, ребята, из сета я уже приобрел себе шлем. Хотя, на самом деле, я хотел купить броню. Главное, смотрю на броню, а покупаю при этом шлем. Бред, конечно, получилось. Ну ладно, на броню я себе, поверьте, тоже накоплю. Тихо! Оу! Как было больно. Вот, вот, вот. Начинается. Иди ты отсюда. Ха-ха-ха. Киякает она мне. Так, давай. Да нет, я не это хотел. Вот, что я хотел. Что это сейчас было? Ха-ха. Что это за нелепый прыжок такой был? Тихо! Ну-ка, подсечка. Что-то не прокатило, ребята. Вот, вот этот удар вчера был просто убийственный. На отпуск, что называется. Слушайте, я думаю, что все, хана ей. Да. Победили. Я бы даже сказал, на изи. Все дело это прошло. Ну что, еще два боя. Так, погнали, ребята. Мне просто охота получить 150 рубинов. Верите вы в это или нет. Ох, вот этот мечник меня вчера тоже нервировал. Ты смотри, что делать, а. Вот, полежи чуток. Меч потерял. Все. Это его, ребята, роковая. Ага, роковая. Ого! Ты посмотри, сколько он отнял. Ты че? Он у меня выбивает. Ты не припухли, а, хмырь. Давай-ка его вот так вот попробуем. Что у нас из этого пола? У него теневый удар, ребята, накопился. Ах, как это было нехорошо и было больно. Он почему-то не хочет его тратить, ребят. Тогда буду тратить я. Так, 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 так. И закончился, что ли? Че-то больно как-то быстро. Да чтоб тебя! Очередной Олу, который промазал, ребята. Ну-ка. Да мы его должны вздрючить. Что за фигня-то? Ну. Нет, он прикрывается, а? Ха, ты говню. По-моему, его подловили, ребята. Нет? Ну, главное сейчас не тупануть. Есть! Да, ребята. Прямо по лжбану ему пяткой захерачил. Фух. Но было опасно, согласитесь. Поехали далее. Будем знать, что у него очень такой хлесткий удар, который может... Блин! Выбить у меня... Мою глефочку. Так, успокойся давай, а! Тут размахался говном своим. Ну, естественно, сейчас будет... Хотя, нет, ничего не будет, ребят. Опа! Ты смотри, вот как вот можно было от такого увернуться? Даже при лучшем раскладе не получится, ребят. А он как будто бы, знаете, пришел, блин, тут в гости. Да на ты получи, говнюк! А, теневой пошел! Ого! Блин, попал! Я думал, промажет. Так, все, моя очередь. Хорош! Уже натерпелся я на него смотреть, любоваться. На! Говнюк! Так, сейчас мы еще теневой удар один выпустим. Ой, промахнулся, блин! Вот это, конечно, зря было сделано. Оу, роковая была моя ошибка, ребята. Ну и вы сами видите, я за нее поплатился. Выпустил, называется, свою глефу. Не вовремя. Ладно. Не будем унывать, будем дальше продолжать колбасить его. Да, конечно ты. Вот это тот, конечно, удар. Очень-очень опасный выпад вот этот вот. Ох ты! Он меня подловил, ребята. А вот это вот, вот это крит. Вот это очень плохо. Поехали. Теперь у меня только один удар, ребята. Вот именно ногами. Да ты, отстань ты, а! Давай, будем вот так попробуем. Шанс, конечно, маленький, но тем не менее есть. Ну что ты там сразу? Оух! Блин, неохота, конечно, попытку-то тратить, ребят, если честно. Все, он меня подбил. Придется тратить, как ни крути. Да, если бы Глефа, конечно, меня не подвела, мой теневой удар, он бы уже давно бы лежал бы. Ну ладно, потратим. Я еще не знаю, как у нас получится с вами пройти Матерь Смерти ту. Это ж только предбосс. Сектант хренов. Ладно, здесь мы его пробили. Тут опять пробили его. Все, если сейчас мы его здесь вот прижмем. Нет, он выкручивается. Выкручивается, гад! Ядрена вошь! Вот посмотри, как у него... Этот меч, блин. Кстати, мне-то надо было дурачку. Только сейчас зашло. Я же взял себе нормальный новый шлем. Мне надо было его и ставить. Че я его не надел-то, дуралей, а? Да чтоб тебе! Что ты... Что он сейчас такое сделал? Я не понял, если честно. Ну, как видите, я валяюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Это плохо, ребята. У него преимущество. И довольно неплохой... Да что ты... Достал уже, действительно, а? Так, получил. Че-то как-то теневой удар здесь, ребята, не очень хорошо работает, если честно. Я бы даже сказал, вообще прошива работает. Да и Глефа здесь меня подводит. Никак не можем пробить его. Да зачем ты делаешь, что вот это вот? Мне бы хотя бы один раунд, ребята, отбить. Чтобы было ничья. А там уже, как говорится, выведет судьбинушка сама по себе нас. Нет! Ее красоты, а! Фух! Вот это называется фарт. Просто, ребята, подфартило. Если бы он сейчас что-нибудь там сделал на опережение, мы бы уже валялись бы. Ладно, третий раунд, он решающий. У меня, кстати, скоро теневой удар накопится. Да ты достал-то уже, а! Давай попробуем так. Да как вот он... Как вот он умудряется? Я не понимаю вот этого, ребят. Вот это вот юление ионное. Хо-хо-хо-хоу! Потерял он меч. Что же я могу сказать? Пока. Без меча-то ты все, говнюк. Труп ходячий. У меня сейчас теневой удар, ребят. Смотрите, что мы делаем. Ой! Промахнулись. А так? Так нет. Добиваем. Есть. Ну что же. Вот и матерь смерти подоспела. Будем ее пробовать разбирать. Давайте-ка глянем. Кстати, сколько у меня уже накопилось? Всего лишь 170, да? Плюс 542. Нормуль. Если мы сейчас еще Босяру завалим, то вообще будет великолепно. Матерь смерть. Поехали. Куда ты там своими корявыми ножками, ручками и своим мечом поганым вот этим раздражаешь меня? Что, она потеряла меч? Это как-то круто. Оу. Ну да, конечно, я же забываю, что у тебя тут и броски. Ты же вся такая супер непробиваемая, блин. Можно только меня пробивать? Да, и бросками ее просто так. Конечно. Да ладно, блин. Да ну, поверить не могу, чтобы мы еще здесь и вот так вот встряли. Так, отлично. На добивку пойдем, ребята. Попытаемся, по крайней мере. У нее нет меча, блин. Неужели мы проиграем в таком-то положении? Нет. Фу. Ладушки, первый раунд за нами. Еще два впереди. Хотя бы взять фуру, ребята, в два раунда, и я уже буду чувствовать себя более-менее уверенно. А сейчас как-то мандражирую, если честно. Так, хорошо. Вообще замечательно. Ой-ой-ой-ой. Опа! Замечательно. Отлично пошло. Ну, пыт... Ах ты! Нет, так дело не пойдет, родная. Я просто боюсь, ребята... Вот этого я и боялся. Вот этой вот суперкомбинации. Ах ты! Ну, естественно, когда она... Все время забывая, что... В ближнем бою лучше с ней не сталкиваться. Моя очередь. Ой-ой-ой-ой-ой. Теневой удар же. Че-то я... Как же я так прозевакал-то? Ну? Может быть, не успеет она... Ха-ха! Хотела еще сделать. Нет! Еще думала на теневой у нее хватит. Нифига, ребят, не хватило, и она полегла. Фух! Че-то я аж... Немножко, это... Взмок, так скажем. Ну что, третий раунд? Или-или? Да что ж я... Надо было мне сразу на удар-то делать. Погнали! Попытаемся. Не знаю, что из этого получится, но будем пытаться, ребят. Ага, якайш там. Иди по якай где-нибудь в другом месте. Фух! Ну что? Вроде бы немножко ее побили. Давай, ты вставай! Остался там чутка. Нет, никаких ха. Мммм! Да чтоб тебя, а! Я сейчас не удивлюсь, ребята, если мы еще и проиграем. О, опять, кстати, начинает тупить, ребята. Начинает опять автоматически ходить. Фух, ну что, ГЦ, нас всех. Мы ее прошли, получаем, естественно, 150 рубинов. А, даже еще и 210 карточек. Вообще шикарно. Так, ну что, давайте посмотрим еще с вами сразу карту бонусную, потому что нам дадут сразу очки еще. Ну, и получаем еще 59. Отлично! Ну что? Теперь эта ведьма ответит за все свои злодеяния. Благодаря тебе люди могут спокойно спать. Твое бесстрашие заслуживает похвалы. Вот награда. Еще увидимся. Ну, спасибо, дружбан. Так, ну что, здесь у нас все пройдено. Сколько у нас очков? 811. Давайте, ребята, зайдем и посмотрим, что мы можем взять за 811 очков. Подожди. Мне нужно... Да, вот сюда. За 811 очков мы с вами ничего не сможем взять. Ну, я не хочу брать вот эти топоры пока. Лучше накопить на броню. Причем, смотрите, броня какая, ребята. Красота. Красота. Вот, шлем у меня есть. Почему я его не надел, я не понимаю. Надо его одеть, конечно же, ребята. Что я лазаю там в какой-то трихомуде. Так, где, 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 где экипировка? Давай даже мы сравним. На 11 очков, ребята, лучше. И давайте посмотрим, какие здесь можно вставить перки. Так, ладно, крови, да? 50% в шкале после получения удара в голову. Ну, в принципе, пойдет. А здесь мы поставим с вами щит. Слушайте, а здесь у меня что стояло? Здесь у меня стоял отхил и... Потеря здоровья вкли... Блин, я не знаю. Здесь, конечно, круто смотрится все это. Ха-ха-ха. Ну, как говорится, была не была, ребята. Давайте заценим, посмотрим. Как-то так нелепо смотрится, да? Ха-ха. Ой, ладно. Ну что, теперь у нас с вами... Подождите-ка, дайте-ка я еще кое-что открою. Тут у нас сундучок, чтобы сразу следующий активировать. Так, расшитый костюм. Огненные снаряды. Так, ну и все, в принципе. Продолжить. Сразу следующее активируем. Так, и... Приступаем, ребята. Багровый лес. Но уже на престижном. Да, я вчера проиграл. На последнем боссе. Будем сейчас тратить с вами рубины. И пытаться... Пытаться победить. Поехали. В принципе, тут все то же самое по стандарту. Но... Немножечко посложнее. И особенно у меня бесявый уровень. Который с темнотой. Терпеть его не могу. Там я, в принципе, два боя слил. Не смог победить, ребята, чувачка, который... Дрался со мной в тени. Невозможно было предугадать его на и действия. Ну что ты тут со своим теневым? Сбил? Сбил, ребята, я. Да что так долго-то у тебя теневый... Хорош! Это лишь только первый, ребята, противник у нас. Видите, как он тугой, а? Как будто вот знала, да? Что я буду именно так делать. Вот бьет она мне по ногам, блин. Ну и что? Получи. Блин, промазали. Так, хорош, наверное, с ней уже тютюкаться-то. Надоела она на самом деле. Бум! Лежит. Все. У нас у обоих по теневому удару готовому. Кстати, надо будет посмотреть, что там у нас от шлема за новый супер теневой удар. Кто? Сейчас, кто быстрее, как говорится? Смотри-ка, не используй теневуху почему-то. Ага, вот, значит, все, я полный, ребята. Что это у нас за удар теневой? Да ты будешь падать или нет? Я успел все-таки. Ха-ха! А она просто-напросто в холостую, ребят, свой теневой удар. Профукала, продинамила, так скажем. Иди отсюда, надоело уже. Любоваться мне на тебя надоело. И добивай, наверное, нет? Непонятно пока, ребята. Да. Теперь уже все. Нет? Я уж думал... Ну так. Не захотела по-другому. Так, получила вот так вот, как оно есть. Ладно, ребята, первая победа за нами. Так, вторая сейчас будет. Поехали. У нас здесь кто? По-моему, с мечами будет, чувак. Или зву... А, нет, с булавами. С булавами так с булавами. Почему вот с первого удара, ребята, я так много отнимаю сразу здоровье у врага? Потому что у меня, по-моему, 60% урона при первом ударе. Ты смотри, вот как вот можно от такого увернуться-то, а? Еще не на дорожку ему булаву выбил. Это же просто надо посраться. Ну правильно, ребята, это компьютер. Он все может. А вот попробуй-ка ты увернуться так. Хрен получится. Ладно, не будем пока расслабляться. У него, тем более, теневый удар накопил. Сейчас он будет его реализовывать, поверьте мне. Естественно. Естественно будет. Только немножко он не то, ребят, сделал, честно говоря. И за это он поплатится. Прям кое-куда. Вы видели, куда я ему свою глефу вонзил? Естественно, идеально. Ладно, этот враг был легкий. Фух, поехали к третьему. Начнется сложно так, когда будет темнота. А причем... Оу. Матерь смерти же у нас, точно, ребят. Вы бы видели, как это происходило, ребята, вчера. Это просто жесть. Когда мой герой меня просто не слушался. Делал сам, что хотел. Ну-ка. Опа. На-ка, получи, блин. Машет она мне. Ну, костюмчик, согласитесь, смотрится так неплохо. Такой костюм палача, блин, скажем так. Ну, почему она не стала, ребята, тратить свой теневый удар? А мне бы было, конечно, намного спокойнее, если бы она его сейчас просто-напросто израсходовала. Но ведь нет же. Придержала его. Ладно, сейчас наверняка будет его использовать. Чувствую будет. Надо тянуть, ребята, время. Тянем время. Чтобы меньше возможности было ей использовать его. Все, кончилось. Теперь начинаем просто издеваться над ней. Все, роднуля. Я думаю, тебе хана. Нет. Еще живет. Жила. Второй раунд за нами, ребят. Фух. Хорошо идет. Блин, на изи. Лишь бы не сплюнуть. Ой. Лишь бы не сглазить. Ой. Погнали. Опа. 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 Вот почему, ребята, здесь очень обалденно рулит Глефа. Когда у тебя идет первоначальные удары на сколько там? 70% крита, по-моему. И вот именно тройной выпад, он здесь просто обалденно идет. Ну, вы представляете, сколько сразу я беру по форе в плане ХП. Оу. Началось. Началось. И она еще теневой успела накопить. Ах ты мразь. Все, пока. Эй. А где мой... А, не понял. Я что, теневой удар? Нифига она, ребята, оказывается, похищает теневой... Теневой мой, ну, удар. У меня была полностью шкала. После того, как она что-то сделала, у меня стала половинка. Вот она хитрая, а. Теневуху, значит, ворует у меня. Ладно, ребята, погнали далее. По-моему, здесь будет темнота. Нет, этот у нас с булавами. Ну, вчера я его прошел, даже несмотря на то, что игра у меня глючила и лагала. А, все. Он здесь копит теневую. Боюсь, она ему здесь просто-напросто не понадобится. Ну, что ты прыгаешь-то, а? Ну, ну, нет, ты посмотри. А, ну так-то, конечно. Так-то естественно. Сейчас будет стоять, там копить. Без оружия же, ё-моё. Да чтоб тебя! Да ладно, блин! Все, достала уже. На! Так. Ну, все, ребята, добили, я думаю. Нет? Ну, сейчас добьем. Будет она мне еще тут выделываться, а, выеживаться. Вчера даже при лагах, при глюках, я ее прошел, не напрягаясь. Тут что-то она, смотри-ка, раздухарилась. Но она вчера почему-то не так сильная. И теневуха использовала. А тут, смотри-ка, прям она бежит, прям сломя голову хочет, как теневой энергии. Ой, булавушки потерял опять. О, начинается. Истина. О, да не успела еще! Фу! Фу-фу-фу-фу-фу. Все, ребята. А вот теперь будет жесть. Вот теперь, ребята, будет жесть. Сейчас будет у нас чувак, по-моему, или с копьем, или с мечом. И причем это все будет дело происходить в темноте. Если я, конечно, чего-то не путаю. Да нет. Не должен я ничего путать. Все то же самое. Да, вот, ребята, сектант этот с мечом, с двухручным, с длинным. Ох, сейчас еще будет... Да, именно этот. Ух, повезло, ребята. Очень сильно мне повезло. Вы сами прекрасно знаете почему. Потому что я у него выбил меч. А это уже, как говорится... Ой, тихо. Подсечку делаю. Не знаю, попадаю, не попадаю. Попал. Поехали далее. А вот то, что у него тенебой накопился, вот это вот не есть гуд, ребята. Не дай бог он реализует его. А он постарается сейчас сделать это, поверьте мне. Вон, он уже тратит его. Ух, повезло нам. Опять же говорю, повезло. Ух, повезло. Никакой абсолютно не было тут тактики или какой-то стратегии. Все просто, ребята, на изи. Оу, щет. Давай мне еще меч выбей. Ой, глефу мою выбей и все будет нормуль. Так, тихо. Блин, вот тут надо избегать вот этого всего барахла. Так, я попробую, ребята, еще вот этот удар. Получится? Получилось. Так, и еще раз копье. А вот с копьем я промахнулся. Да ладно, ты успокойся уже, ты достал. Куда бью, блин? Что ты там со своими прыжками? Понимаешь, что... Оу, пробил. Пробил, ребята, он меня. Черт, сравнял счет. Ничья пока. Да хер ли в темноте не поймешь, куда бить надо. Понимаете, вот в чем дело. Блин, и теневой удар у него на подходе, а. Ай-яй-яй. Вот это хорошо. Вот сейчас мы его очень хорошо прижучили. Да чтоб тебя, ну. Давай, давай, теневой еще удар. Естественно, ребят, ну. О, все, понеслась, как говорится. Душа в рай. Не даем, не даем, ребята. Да что, куда бить? Я у... Сейчас добьет он, по-моему, меня. На, гнида. Ой-ой-ой, я промазал. Ну, хотя бы так. Катастрофа просто. Я не знаю. А почему? Да... Воу, есть. Аллилуйя просто какая-то, ребята. Фух. У меня аж... Сердце кое-куда ускочило, блин. Ну что, пытаемся, пытаемся, ребят, с вами побить в гостях у Миледи, у Матери Смерти. Но здесь уже будет очень жестко. Я не знаю, что здесь еще добавят в этот уровень сложности. В принципе, я уже догадываюсь, что здесь добавили. Охрененную сложность того, что ее не пробить. Я так понимаю. О, начинает опять тупить, ребята. А тупость это... Заключается, знаете, в чем? Что он опять начинает назад сам по себе проходить. Ну да, да, да. Ну, ты будешь бить-то или нет? Ай-яй-яй, вот этот удар. Ненавижу я его. Хоп. Начинается. Отлично. У него уже теневуха готова. В принципе. Ой-ой-ой-ой, как это было больно. Пытаюсь. Не знаю, что из этого получится, ребята. Но попытка не пытка. Как вот? Как вот она могла увернуться? Подкол был. Просто, ребята, был подкол. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Но опять же игра начинает тупить, ребят. Сам по себе он у меня начинает отходить, подходить. Вместо того, чтобы бить. Не знаю, от чего это зависит. Ребята, если у вас такая же фигня была, отпишите мне, пожалуйста, в комментариях. Или это только у меня такая, блин, персонально, блин? Причем на последнем боссе. Да, конечно. Как же? Ну, как же без этого? Естественно, удар. Естественно. Сейчас она начинает. Да, да. Вот топор как раз во время моего удара. Все сделано против меня. Ну, ты будешь бить-то или нет? Вот отходит и отходит. Ребят, я не знаю, в чем проблема. Он просто меня не слушается, персонаж. Опять хотят, чтобы я тут орал клавиатуру свою, разбивал в хлам. Ну, естественно. Как же? Попробую. А! Ты смотри, она меня просто подловила, ребят. Как будто знала наперед, что я собираюсь бить по ногам. Ладно. Хорошо у нас еще, ребят, по-моему, с вами все попытки есть. Я еще ни одной, по-моему, не потратил. Но здесь-то уже заведомо я проиграл. Я вряд ли выбьюсь из этого, так сказать, проигрыша. Тут уже явно все видно, все. Можно сказать, определено, блин. Ну, конечно. А если я? Да ты будешь бить-то, суперудар? Не, ребят, он вообще не действует ничего. Просто отходит тупо назад, и все. Я не знаю, в чем проблема. Так, ладно. Как вот так вот можно играть, ребят, когда, ну, действительно, персонаж просто не слушается тебя? Так, погнали. Есть, пробил я ее все-таки. Ух, первая победа. Ладно. Ну, тут, по большому счету, я выиграл за счет теневого удара, ребят. Потому что большую часть хп практически только ими я отнял. Так бы я тут задолбался ее разбирать бы. Так, ладно. Четверть хп мы у нее отняли. Сейчас главное вот здесь вот не раскиснуть. Ну, конечно, не раскиснуть. А может быть, если она сейчас теневой, ребята, удар не применит. И если мы тут не лопухнемся с вами? Конечно, мы не лопухнемся. Хотя, вот она сейчас, конечно, круто лопухнулась. Ух. Ребят, опять чисто фарт. Ну, у меня аж, блин, руки задрожали. Ух. Погнали. Финальный раунд у нас. Либо-либо. Меня здесь может, ребят, только одно спасти. Может быть. Есть! Есть! Но это еще рано радоваться, ребята. Да ладно тебе! Когда мы теневой удар накопимся? Он уже накопился. Все, будем его применять, ребят. Опа, как это? Вот как она так умудряется, а? Да чтоб тебя! Я должен был удар делать, а не... Нет, 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 нет. Я не должен ей проиграть, ребят. Не должен. Это будет несправедливо. Да отойди ты от нее. Может, бросок же делать. А так Глефу может свою кидануть. Ой, у нее теневой удар, ребят, накопился. Естественно! Естественно, е-мое! Ну, кто бы сомневался, а? Фух. Ладно. Блин. Это ж надо было, а? Теневую... Ну и... Что могу сказать тут? Ничего тут не скажешь, ребят. Ладно, погнали. Теперь попробуй, блин, взять эту фору. Ага. Глефа моя подвела меня. Первый этот... Тройной удар не... Не сработал ни шаша, блин. Естественно, сейчас будет разбирать меня по полной программе. Ого! Что это сейчас такое было, ребята? Очень крутое. Давай, делай! Отлично. Только вряд ли меня это, конечно, спасет. Так. Отлично. Попробуем. Вот почему... Вот он... Я не знаю, ребят. Ну, дебилизм. Я собирался делать супердарму, просто не сделал его. Начал пятиться опять назад. Жесть, жесть просто творится здесь. Ладно, хорошо. Глефа здесь сработала отлично. Ничего не могу сказать. Но извините меня. Вот когда ты проигрываешь из-за того, что... Она применяет суперудар, блин, не вовремя. Конечно, ага. К ногтю тебя нафиг. Полежи, блин. Не знаю. Может быть, ребята, был бы у меня другой шлем. Я не знаю. Может быть, старый вернуть. Хотя, хрен его знает. В принципе, этот меня устраивает. Вот. Может быть, поменять суперудар на Глефе. Ну, не знаю. Не знаю, ребят. Очень много тут всего сказывается. Вот, смотри. Начинает с бросков. Оу! А вот это уже плохо, ребят. Это уже плохо. Это уже очень плохо, потому что... Естественно. Естественно. Начинается вот это вот... Что ты делаешь? Я тебе сказал суперудар делать, а не прыжок. Пипец. Я просто, ребята, хотел сделать суперудар. Теневой, верхний. А он почему-то начал прыгать. Ну и как вот это можно назвать? Ну вот, в принципе, вчерашняя, ребята, история и повторяется. Я нормально прошел первый раунд. И на втором вот начинается вот это вот... Трихамудия, блин. С последним боссом. Не знаю, в чем проблема. Что тут? Может быть, это специально так сделали этот. Тут же как бы... С усложнением идут. Ну, игра идет с усложнением. Там теневой удар. Там, ну, вы поняли, да? В тени драться. А здесь может быть то, что вот персонаж тебя не слушается. И в этом и заключается. Ну, как сказать... Вся сложность, блин. Кстати, как вариант может быть, да? Ха-ха. Ну, этот раунд я, ребята, опять же... Проверяю. Последнюю попыточку свою тратим. Эх, видимо, не судьба мне получить... Эту легендарную карту. Ладно, еще попытка. Кстати, да, ребят, скорее всего, в этом вся и загвоздка. Что персонаж тебя не слушается. Как вот предыдущий был, когда мы с чуваком дрались в тени. А здесь только вот то, что персонаж неадекватно себя ведет. Ну, ты посмотри, ну как вот так вот можно, блин, а? Она меня может вот так вот элементарно просто своими бросками задолбать. Просто перепрыгивай на другую сторону и постоянно тебя херачит. Я же хотел... Да-да-да-да-да. Блин, задело все-таки, а. Да, видимо, ребята, в этом косяк весь. Весь косяк того, что... Мой персонаж неадекватный, не слушается меня. Да, тогда тут... Чтобы ее выиграть, это нужно, ребят, постараться. Причем, вот, вот он сейчас вообще ничего не делал. Я хотел сделать удар, а он у меня просто назад пятился. Ну, естественно, она тут будет тебя подлавливать и... Издеваться на тобой как хочет. Вот, сейчас он вообще ничего не делает. Вот, смотри, не делает ничего, вообще ничего не делает, ребят. С какого ты делаешь-то? Вот это я вообще не хотел делать, ребят. Ну, ты будешь бить-то? Нет, он уйдет, блин, просто-напросто. Ну, знаете, вот с таким вот... Я все понимаю, там, в тени, там. Пускай он там, я не знаю, хоть теневую Но когда, извините меня, у тебя Персонаж твой неадекватен Как ты тут будешь проходить, а? Ну как? Я не знаю Давай ее Ловим, ну, удар! Ну, давай, последний Не удивлюсь, сейчас она мне Нет, прописал Я думал, сейчас, знаете, как обычно В последнюю секунду она использует свой суперудар И ты валяешься 1-1, вроде бы сравняли счет Ух Красотуля ты моя, блин, ненаглядная Как же игра тебя любит, а? Как же она тебе идет на уступки, а? Мне таких сладостей почему-то Не дают, блин Ага, ну, естественно, бросочек Херочек Ну, ты будешь бить-то? Что ты делаешь-то? Вообще неадекват, полнейший Не, ребят, просто не слушается Просто он не слушается меня Он сам что хочет, то и делает Я ему, блин, говорю, бить Вы посмотрите, кстати Видите, где у нас указан ползунок Вот, который, видите, я сейчас нажимаю Так вот, заметьте, что иногда А, как вы можете это заметить? Он делает абсолютно не те движения, которые Я хочу сделать Он как будто сам по себе Я пытаюсь, ребят Я не знаю, что из этого получится, но Что-то надо делать Ну, естественно, естественно Так, нет Ты будешь чем делать-то, ё-моё, блин Нет, он опять пятится, как идиот, блин, назад Ну вот, не-не-не-не, ребят Вообще, вот посмотрите, там дергается Что-то сам по себе Я уже давно руки убрал, блин С клавиатуры, понятно, короче 580 очков, смотри И еще 85 получаем с вами Итого у нас по продолжению 1476, да В результате, ребят, я могу себе купить Броню, естественно Да подожди ты, не сюда Багровый лес Броня Так Купить Подтверждаем Да какие топоры Я же хотел броню купить Жесть, ребят Я хотел купить броню Почему ты купил топоры? Что за фигня-то? Опять что-то Не то делаю, что ли Ну давай, бесплатно Бесплатно Фух Блин, нет Надо немножко отдохнуть Это нервы не к черту будут Ну в общем, в любом случае, ребят Я себе Получу полностью Этот Сет Я думаю, что Наверное, нет смысла Показывать его Как он выглядит Вы все, наверное, и так Прекрасно понимаете Как он выглядит Ну что вам там Бомбочки Да, вот это вот Я хочу поставить Эти Топоры Вот Тамагавки Ну, в общем Приобрету еще Броню И Меч Я правда не знаю Нужен ли он мне Не нужен Посмотрим, короче Ну, а на этом Пока, ребята Все Будем закругляться Надеюсь Вы еще успею Вам показать Бройку Так что, ребятушки Всем пока И удачи Ну и, естественно До скорых видосиков Ну что ж, дорогие мои друзья Давайте мы с вами Попробуем Наконец-то Забомбить Эту Матер-смерть Кстати, заметьте, ребята У меня Видите, что А я вам сейчас покажу Что это, ребята И, кстати, это выпало У меня Из прохождения Обычной сюжетной кампании Ну, задания Которые нам даются Вот я прошел И мне выпала В карте Именно Вот эта вот шляпа А называется она как? Визор скрытности Вот такая вот она Вот ее Сейчас характеристики В общем Довольно крута Даже если сравнивать По сравнению с этой Это намного лучше Ну что же, ребятушки Настал тот Черед Которого мы с вами ждали Поехали Бомбить У нас Последняя с вами Стычка Если мы ее побеждаем То получаем карточку И куча очков у нас будет Хватит нам, наверное И на броню Ух Тихо Главное, ребят Не расслабляться Жучим ее По чернаку Что есть мочи Зажимаем Не даем ей Тут спуску Как у нее Быстро копится Теневая энергия Вы заметили это? Ты смотри, а Че она творит, а? Опа Все, теневуха, ребята У нее Сейчас она зарядит Больше, чем уверен А может быть и нет Ха-ха Но в любом случае Она тогда сможет На следующий раунд Это перекинуть дело А мне бы это, конечно Не очень хотелось бы Но, видимо, да Опасно Но зато Первая победа за нами, ребят Это уже большой Прибольшой плюс Хух Так Сосредоточились Сейчас стопудово Простоиды в блоке Сделает Какой-нибудь Уворот И будет Применять Свой теневой удар Хотя у нас Есть шанс Ребята Ее здесь Нахлобучить Я тоже пока Не буду, ребят Тратить Вот, вот Началось Сейчас что-нибудь Будет стопудово делать Ага, вот так она решила Да? Ладно, пока Опа Отлично Пока терпим Ребят, пока терпим Попытаем Ох Сбило все-таки Как-то меня это, честно говоря Очень смущает Что она Не использует Теневуху Вот Пошло Пошло Недолго Она себя заставила ждать Хорошо Попробую я Получится у меня Ее наказать Или нет Конечно Хотелось бы Давай еще один удар Есть Ух Четко, ребята Ну что Попробуем сделать Еще одну победу И как говорится Дело будет у нас Сделано Но вы прекрасно знаете Что компьютер На последнем раунде Ему это очень не нравится И он начинает Лютовать Посмотрим Прав ли я Или нет Пробил Это уже плюс Еще раз Пробил Так Тихо Тихо Ай Почему у нее быстрее Теневуха копится Я не могу понять Оу Нет 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 Не надо Да чтоб Не успел наклониться Ребят Так Хорошо Пока Идем Неплохо Блин Да что ж такое Не можем ее критануть Ребят Просто не получается крит И все Давай Уворачивайся Ага Я так и думал Что будешь делать Именно Вот так вот Ну что Погнали Подсечку Пошли Может быть Ребята И прокатит Теневой удар У нее накопился Нет Нет Есть Ой Что-то я Что-то я расслабился Так рано Эй В наказание Ну что же Ребята Я нас всех Поздравляю С этой Опупенной победой И давайте смотреть Что нам Здесь достанется 710 очков Ну естественно Посмотрим И нам достается Еще 56 очков Продолжить Теперь Эта ведьма Ответит За все свои Злодеяния Благодаря тебе Люди могут Спать спокойно Твое бесстрашие Заслуживает похвалы Вот Награда Еще Увидимся И нам Достаточно Оу Эпическая Династия Это даже Пак Оказывается Я думал Что это Колода Будет Всего лишь Ну давайте Посмотрим Что нам Здесь Выпадет Золоченые Обручи Да это же По-моему А Ну это Да Редкий Шлем Эпический Эпический Бутон Понятно Оу Да Я хотел Себе Ребят Такую Сабельку Наверное Штука Классная И Гуаньдау Тут у нас Еще есть Да Я помню Когда-то Это было Мое Любимое Оружие Да Сколько Я С ним Тогда Повоевал Но Я Обязательно Протестию Ребят Вот этот Вот Мечик Или Сабля Я даже Не знаю Как назвать Хочу посмотреть Что за перки Есть на него Ох Как много Перо Ястреба Можем Например Надеть Да Потом Что мы Сюда Можем Отравление Повесить Так Также Мы можем Выбить Оружие При ударе Слушай Я даже Не знаю Ха Отравление Ну давай Попробуем Отравление И хотя Отравление Нафиг Нам Сдалось И пробивание Блока В принципе Тоже Неплохо Хотя Вот это Наверное Было бы Круче Росомаха Да Ну что Ребята Теперь Пойдемте С вами Наверное Купим Броню До кучи Так Подожди Это я уже Пошел в бой Естественно А мне нужен Магазин Ну что же Вот она Броня Купить Она Обойдется Мне в 1100 Очков Вы действительно Хотите Купить Этот Предмет Да В чем Проблема Какие-то Сомнения У меня Видны Что Ну он Даже Слабше Чем Мой Что ли Я Что-то Не Врубился Маленько Ну что Ребята Тут Еще Для Полного Комплекта Мне Мне Хватает Естественно Меча Ну вы Прекрасно Понимаете Меч Для нас Это не Проблема Мне 400 Очков Набить Я еще раз Пройду Попробую Пройти Ну не полностью Даже хотя бы Как говорится Багровый лес Ну только не обычный режим А престижный Да Придется потратить мне 70 Рубинов Но Слава богу Мне позволяют Рубинчики Не зря мы все таки Выбиваем На первом раунде По 150 штук Так И получается А кстати надо посмотреть Стоит ли вообще Ребята нам Этот меч Выбивать Покупать Вот смотрим Например Где моя экипировка Вот она Давай вот глянем Кстати давайте посмотрим Как выглядит У нас этот доспех Слушайте Доспех будет получше Ребята Получше Вот посмотрите Даже сами Ага Давай-ка его Оденем Ядрить на корень Смотрится Так Ну мне нравится Нравится Такой С ключами С такими Вы представляете Да Если с кем-то драться Там схватил На ключе Насадил И хрен ты Куда от него Весь в шипах Так Какие перки Можно сюда воткнуть Смотрите Поглощение урона Кстати Это очень Хороший Ребята Перг Поглощение урона Тем более Блин Смотрите 20% Шанса уменьшить Полученный В тело Урон На 70% Ну Если прокатывает Вы практически Ничего не получаете И срабатывает Он Ну По крайней мере С кем я дрался У них довольно часто Да Это у нас идет На На династию По-моему Да Это тяжий Да Это у нас именно Тяжий Ребята Ну а остальное Как-то вот Это вот бросок Мертвая хватка Я его Честно говоря Ни разу Не делал Почему-то у меня Не получалось И сбить Противника с ног При ударе Ногой А это он По-моему Да Это он Рукой Сбивает Ну если даже Предположим Вот так Мы выберем Мне почему Не нравится Ребята У тяжей Вот На легкотне На легкотне На легкой броне У меня вот такие Вот классные Перки Вообще Обалденный Крит урон Вот этот вот Подсечка С выходом Потом удар Потом опять Подсечка Плюс подхил На тяже Конечно Этого ничего Нету Но выглядит Он действительно Неплохо Ну что ж Давайте хотя бы Посмотрим С вами Я сейчас пойду В багровый лес Мне все равно А Че мы ребята Ёлки-палки Я же Промечна С одного На другое Прыгаю Забываю Че мы хотели Вот смотрите Если у нас Меч идет Сила 2851 Пойдемте Посмотрим Сколько у нас Этот Мечик Тогда будет Ёлки-палки Меч-то На 400 Почти Очей Круче Ну естественно Будем брать Но опять же Ребята Я же Говорю Это для династии По-моему Тяже Это династия Да у нас Или я путаю Че-то Эх Не помню Не помню Ребята Так Ну да ладно Пойдемте тогда С вами Попробуем Разочек Подраться В багровом лесе Как раз С этим Тесачком Так Участвовать Меч Обязательно Нужно Чтобы у меня Был Этот Сет Я Обожаю Когда Полностью Собираю себе Сет Пускай Хлипкий Не нужный Но все равно Так Много Оу Ребята Ну я вам могу сказать Знаете что Вот мои первые ощущения Что этот Эта сабля Ну е-мое Она вообще какая-то Прям резкая такая Прям вообще Тюк Тюк Тихо Тихо Так подожди А там же есть Это есть суперудар Вот этот Да Или нет Или я что-то путаю Ну Вау Вау Неплохо Ну он как бы Вам сказать Если вот он начинает Делать серию Да Вот этим Вот этой саблей То уже ребята Он не остановится Он пока ее не сделает Не угомонится А это как бы С одной стороны Не есть хорошо Просто в этот момент Тебя могут Нахлобучить Он например Отпрыгивает Пока мы завершаем Эту связку Я так понял Остановиться просто нельзя Тебе может прилететь Какая-нибудь плюшка в ухо Так ну давайте посмотрим Что у нас за Суперудар А ну да Это же у нас дракон Давай посмотрим Вот этот вот Ага Прыжок Ну и эту все знают Ребята Это пожирает Просто-напросто Теневую энергию В общем Как сказать Можно Можно Драться этой Сабелькой Но естественно Ребята Не мне Потому что Я привык С своей Глефи Или что-то Из ряда Такого легкого Вот Почему-то вот К мечам К саблям Я не прижился Не знаю Может быть При желании Конечно можно Попытаться Как-то к ним Приноровиться Так же как и Катане Тоже Хотя На самом деле Мне нравится Как Она орудует Как и Ребята играют Как она Жестко и хлестко Так скажем Бьет Вот Но Как говорится Ребят Я привык К своей броне Вот этот Ко всему Своему наряду Он мне Родней Сподручней Хоть здесь Конечно Ребят Извините меня Сила Просто Вразище Вырастает Нет Вразище Тут не вырастает А вот Если мы возьмем Меч Тот меч Я имею ввиду Который будет Меч Матери Смерти Там Да Там Хо-хоу Слушай Гуандау Сраженка Ну вот Единственное Не нравится мне Что это Редкая Гуандау То есть У нее будет Очень мало Слотов Под Под оружие Лезвие Вьюги Так Ну Вот Вот она Моя Ребята Глеф Не знаю Прикипел Я к ней Хоть ты тресни Хоть ты тресни Да И к этому Именно Вот Перку Он Слабенький Как говорят Все Никудышненький Но Тем не менее Почему-то Именно Им я Рулю И Наверное Дальше Буду рулить Если Какой Есть Конечно Еще Одна Глефа Но Блин Она По-моему Легендарная Если не Не ошибаюсь Она Такая Лазерная Синя И Я думаю Что она Будет В разы Лучше Моей Но Моя Не забывайте Ребята Еще Заточенная По-моему Если не ошибаюсь Я ее Два раза Затачивал Врать Не буду Честно Говоря Не помню Ну Знаю Что Раз Один раз Точно Она Заточена Потому Потому Что Два Раз Я Выбивал На Ивенти Точнее Не Два Раз Выбивал Выбил Я ее Один Раз А Второй Раз Я Очки Бухал Именно На Ее Заточку Потому Что Когда Покупаешь Якобы Еще Раз Такое же Оружие То Оно Усиливается И Это Я точно Помню Что Я Это Делал Ну Как Вы Видели Ребята Она У Меня Уже Находится Хрен знает Где Она Уже Моя Глефа Устарела Как Этот Древний Мир Блин Она Где-то Там Позади Уже Даже Простые Обычные Вещи Которые Нам Сейчас Достаются Лучше Но Все равно Все равно Привык Так Ну Что Дорогие Мо Друзья Давайте Будем Закругляться Если Я Успею Получить Меч Я Вам Покажу Как Это Будет Все Выглядеть В Боевом Комплекте Ну Что Ж Ребята Смотрим Либо Она Либо Либо Я Ну Должен Конечно Победить Я Это Ребята Последний Как вы Понимаете У нас Бой Я в Надежде На Это Что Это Последний Бой Она Правда Тут Брыкается Нельзя Ей Давать Ребят Теневое Использовать Ах Ты Все Так Прописала Ребят Прописала Она Ладно Зато Она Его Потратила И Это Очень Хорошо Что Она Использовала Всего Лишь Один Удар Ребят Так Что Будем Теперь Как Говорится Тащить Рулить Пытаться Ну Ох Ты Ох Ты Блин Смотри Она Хочет Меня Пробить Ребят Она Желает Просто Пробить Меня Своим Вот Этим Дурацким Выпадом Ну Я Кстати Тоже Как Говорится Пытаюсь Выпадом Оп Оп Поймал Ребят Я Все Слушайте Ну Довольно Легко Мне показалось Вот У меня Получился Вот Этот Проход Второй Награда И еще 710 Очков Ну Естественно Придется Смотреть Ребят Чтобы Получить Дополнительные Очки И Получаем Мы С вами Еще 83 Ну Что Вообще Замечательно Ребят Да Да Это Мы Уже С вами Видели Все Это Читали И В Общей Сложности Я Заработал 1335 Очков Поэтому Ребят Давайте Докупим Себе Наш Меч Вперед Как говорится Из песней Да Вот он Именно Его Я и хочу Ребят Купить Так Да Я хочу Подтверждаем Есть Ну Что Ж Давайте Теперь Посмотрим Как Это Все Примерно Выглядит Так Экипировочка Давайте Возьмем Наденем Шлем Вот так Вот Дальше У нас Идет Броник Вот так Теперь Берем Этот В руки Меч Одеваем Так Кстати Что мы Можем На меч Воткнуть Ого В плане Такие же Перки Как Снять У противника Здоровье И теневую Энергию В количестве 80% От Урона Вашей Атаки 10% Здоровье Так А это Что такое Водоворот Не знаю Ребят Не пробовал Не скажу Оглушить Противника На 3 секунды При ударе Так Ну вот Это Мой Излюбленный Ударчик Так Что мы Здесь А вот Это Я могу Поставить Могу И еще Подожди Хорош Закрываться И этот Могу Применить Хотя Эпический Водоворот Эпический Спецприем Водоворот Я не знаю Что это такое Ребята Может быть Его лучше Посмотреть Место Оглушения Давайте Вот так Вот Глянем Так Хотя Оглушение Блин Не знаю И хочется И колется Ладно Пускай Будет Так Ну что же Давайте Сходим С вами На дуэльку Один Раунд Посмотрим Что мы Из себя Представляем В этом Прикиде Так Искандр Против Нас Да Да Он то шустрее Будет По моему Чем я Ну посмотрим Ребят Едренов Да Это ребята Круто Нет Я конечно Не спорю Что он Слабее Меня В разы Но Я просто Про то Как Орудую Мечом Довольно Лихо И мне Почему то Не показалось Что он Какой то Медлительный Довольно Шустрый Бодрый Парнишка Такие Да Конечно Он Размах Вот этот Пока Сделает Пока Все это Но О ребят Да Он конечно Слабенький Нам против Не достался Потому что Практически Никакого урона Он нам Не наносит Единственное Что я хочу Посмотреть Это Вот этот Вот Спец Да Нам не дано Посмотреть Хотел посмотреть Что это А Все ребята Спец Прием Теневой Это она Точнее Мой герой Прокалывает Врага Поднимает Его вверх И просто Потом уже Бросает Бездыханное Тело На землю Так А нам что Нам нужно С вами Добраться До легенды Да У нас же Легенда По моему Последняя А там еще Пыхтеть И пыхтеть Ну давай Посмотрим Здесь О Во Во Почти Одинаково Ребята Блин Нифига Не одинаковый Охренеть А мне нравится Ребята Слушай Слушай Может быть Я даже Ой Ёлки-палки Я расслабился Что-то тут Может быть Даже в следующий раз Посмотрю У него кстати Тоже Смотри Есть этот прием И он тоже Довольно неплохо Им бьет А Ну все Ребят Смотрите У меня Накопилась Теневуха Сейчас мы С вами И как раз Проверим Я надеюсь Успеем Глянуть Так Ну что Понеслась Да что Я не это хотел Ребят Если честно Давай вот так Попробуем О Да Именно он Ну если честно Он какой-то Слабенький Мне показалось Вы сами прекрасно Видели Да Проткнули Бросили И практически Жизни Не отняли У нашего Противника Ну что ж Дорогие мои друзья В принципе Вы и посмотрели И увидели Все своими глазами Естественно Вам Всем большое Спасибо за просмотр Я буду завершать На этом Нашу серию Обязательно С вами Увидимся В новом Надеюсь Ивенте В продолжении Естественной игры Так что Ребятушки Всем пока Всем удачи И хорошего вам Настроения Субтитры